Всем доброго времени суток! С вами Татьяна. Сегодняшнее видео – это видео о фаворитах и разочарованиях мая 2024 года. Была такая просьба охарактеризовать новинки от Ивроше, которые мною были куплены и показаны вам. Я уже не помню, или в апреле, или в мае месяце, но неважно. В общем, это… У меня кое-что есть. Кое-что, и это новинки из линейки Сюр Лаланде. Первая – это вот такая вот водичка Сюр Лаланде от Ивроше. В общем, это очень такой цветочный аромат, который мне понравился. Он цветочный, он морской, что-то такое фужерное в нём есть, что-то такое древесное, травяное, конечно. И даже, вот знаете, что-то такое, связанное с водой, со свежей водой. Вот всё это. Ну, как всегда, в Духе Ивроше, мне эта водичка понравилась очень. У меня здесь, по-моему, 30 миллилитров. Вот не взяла эту упаковочку от него. И, в общем, кратко понравился, но он нестойкий, абсолютно нестойкий парфюм. Поэтому так. У Ивроше, кстати, очень много нестойких парфюмов. Поэтому, как бы, возлагать особые надежды на такие парфюмы не стоит. Это такие 30-ти минутки. Ну, если вам нравятся такие 30-ти минутки, то, пожалуйста. Ещё у меня есть вот такая пудра из линейки Сюр-Лаландэ. Мозаичная. Посмотрите, такое красивое оформление. Вы знаете, я, честно говоря, думала, что это какая-то пудра, которая будет, ну, может быть, давать какой-то сияющий такой подтон кожи. Ничего подобного. Она никакое не сияние не даёт. Вот как вы её видите, вот здесь, видите? Вот так вот она выглядит. Так же она и выглядит и на лице. Она какая-то несуразная. Она и не выбеливающая. Хотя вот здесь вот, ну, как бы, смотрится немножечко светлый какой-то. Ничего подобного. Вот вы её смешиваете. Никакие она недостатки вам не перекрывает. У меня она поначалу показалась какой-то сияющей. Нет. В общем, это самое настоящее разочарование. Я её, конечно, доиспользую. Вот, знаете, есть какие-то выбеливающие пудры, но они выбеливающие. Это вот, вот оно. Ну, если у вас там, знаете, особых недостатков нет на коже, то Бог вам в помощь при использовании этой пудры. Вот. А так, ну, подбираю, знаете, какие-то характеристики получше к этой пудре. Ну, что есть, то и есть. В общем, она недостатки не перекроет особые какие-то у вас. Ну, у меня особо недостатков нет на коже. Ну, я тональный крем наношу, наношу какие-то корректоры. Потом пользовалась этой пудрой. Ну, вроде как и ничего. А вот если у вас там, конечно, проблемное какое-то лицо, то, конечно, не перекроет. И она очень быстро исчезает с лица. Ну, может быть, для каких-то, знаете, юных девиц, для лолиток подойдет эта пудра. Но для девушек, женщин с проблемной особенно кожей она, конечно, не подойдет. И качество так себе. Но мне особенно понравилась вот такая вот новинка от Ивроше. Это палетка. Я делала с ней макияжи. Ставлю картиночки. Мне она очень-очень понравилась, эта палетка. Оформление такое здесь в стиле экспрессионизма. Вот. Зеркала здесь нет. Картон тоже. И давайте протестируем ее оттенки. Ну, в общем, я чтобы по-быстренькому нанесла эти оттеночки себе на руку. Так вот они смотрятся. Палетка очень-очень такая беспроблемная. И в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. И я не знаю, выйдет что-то у Ивроше, еще что-то новое. Мне уже пришло письмо. Аж на июль месяц. И там из декоративки нового ничего нет. Есть только из ухода новинки. А вот по декоративке ничего нет. Поэтому, ну, я сомневаюсь, что что-то выйдет. А там кто его знает. Потому что Ивроше, они обычно выпускают что-то вот для глаз. Для глаз, лимитированное по сезонам. Так. Ну, и последний продукт от Ивроше, который мне не то, чтобы не понравился. Я очень люблю уход от Ивроше. Да как многие другие. И вот этот вот продукт, я считаю, бесполезным. Это эксфолиатор или скраб для рук. Моя любимая Арника. Крем вообще обожаю. Это крем самый лучший для меня. Вот из этой линейки Арника. А вот этот вот, знаете, скраб, я, честно говоря, не понимаю, зачем скрабировать руки. Ну, вот если, например, руки какие-то, кожа рук поврежденная, например, в зимнее время, да, если мы возьмем какие-то трещинки, сухость, вот этот вот скраб, он навредит наоборот, чем нежели поможет. Потому что дополнительно вызовет какие-то раздражения на руках. Может быть, даже язвочки, болячки. А вот в летнее время, весеннее летнее время, я попользовалась им, думаю, вообще для чего. Ну, я понимаю, скрабировать там заднюю, переднюю часть бедра, локти. Это, конечно, на любителя, но я, например, регулярно это делаю, зону декольте. Вот. Остальные части тела как-то не очень. Вот. И сейчас вам показываю вот этот вот скраб, думаю, а давай-ка я его, Таня, использую как раз-таки для определенных участков тела, не для рук. Потому что для рук, ну, я не знаю, ну, у меня руки в нормальном состоянии, зачем их скрабировать? Вот. Поэтому это как бы такой вот не разочарован ни в коем случае, но продукт, вызывающий сомнения вообще, стоит ли его покупать. Так. Следующее. Следующее – это продукты, которые мне очень-очень понравились. Даже не думала, что они такие классненькие. Это уходовые продукты от бренда Le Mini Macaron. Это корейский бренд. Так бы ни за что не купила. Не знала бы про существование такой хорошей маски. Эта маска пришла мне в коробочке красоты. И обычно мне маски для ног, для ступней, они мне как-то особенно не подходят. Вызывают даже какое-то раздражение, особенно если это какой-то скрабирующий эффект. А вот от этой масочки такие пяточки хорошие, ступни. Ну, естественно, если вы ухаживаете за ними, если у вас там все в порядке, нет огрубевшей кожи, то это большой-большой плюс вот эти вот носочки. Запах такой приятный. В общем, класс. Я использовала, покажу вам в пустых баночках еще, прорекламирую этот продукт. И второе, это пока еще я не вскрывала, но у меня такие перчатки уже были в использовании. Ну, примерно месяц тому назад. Вот. Это тоже такая мимимишность. Такой запах приятный. Там был лавандовый запах, а здесь запах ванилина и миндаля. В общем, тоже мимимими-мимими. Классный. Классный уход. Я бы даже сказала люксовый уход для ножек и ручек, в которых особенно сейчас нуждается наша кожа. Я имею в виду в летний период. Так. Ну, еще очень мне нравятся лаки от бренда Isadora. Думаю, покажу вам. Вот он один лачок у меня. Правда, держаться они особо долго не будут на ваших ноготочках. Если вы не будете использовать покрытие. А покрытие у меня тоже хочу прорекламировать. Бренд W7. Я постоянно говорю вам о нем. Шикарный бренд. Вот у меня Issa и покрытие была и есть от OPI. Я примерно полфлакончика использовала, но как-то не то. Катрис намного круче. Даже Essence покрытие намного лучше. И пришлось мне бутылочку эту от OPI отставить в сторону и взять какое-нибудь другое покрытие. У меня было покрытие от W7 под рукой. И я его взяла. Это и сушка, и блеск какой-то. В общем, классная штучка такая. Поэтому тоже обращаю ваше внимание на этот продукт. Ну и последнее разочарование. Это гаджеты будут у меня сегодня представлены. Это кисточки. Ой, как же называется этот бренд? Экотуз. По-моему, это Экотуз. Ну-ка, давайте посмотрим, как оно называется. Может быть, я что-то путаю. Нет, это просто название. Наверное, Экотуз. Ну, знаете, такие кисточки продают в этих пластиковых упаковках. Вот. И что не так? Кисточки сами классные. Вот вообще классные. Они вот тут вот снимаются, эти наконечники. И вот в этих наконечниках вся большая проблема. Ну, вот много раз, если мы поиспользуем вот эти вот кисточки, все это хозяйство отлетает. И все. И уже как-то, в общем, надо на клей сажать. Я не знаю, зачем они придумали. Даже, знаете, у нас, например, вот отдельно продаются вот эти вот наконечники. Отдельно продаются вот эти вот насадки-кисточки. Для чего это сделано, я просто не понимаю. Когда вот так вот переставляешь одно на другое, это дополнительно как бы травмирует вот это вот кольцо-насадку. И кисточка, она начинает от... Ну, не кисть, опять же, повторюсь, а вот этот вот наконечник начинает пользоваться. Ой, портится. А сами кисточки очень хорошие, поэтому я, конечно же, вот эту вот прелесть не собираюсь выбрасывать. Вот я ее... Ну, я ее действительно использую для тут фаундейшн, написано для тонального крема. Я ее посажу, конечно же, на клей. Все. Вот такие вот продукты разочарования и фавориты получились у меня в ушедшем уже мае 2024 года. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были со мной. И мы увидимся с вами очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok